привет друзья и гости моего канала сегодня у нас 29 января конец месяца на улице у нас плюс 5 на реке стоит лед еще не растаял я думаю еще неделю ему стоять поэтому на рыбалку мы сейчас попасть не можем на лед не зайдешь и можешь мешает еще нам рыбачить по воде ждем пока растает но я сегодня на работе сегодня хотел бы вам показать небольшое видео заснять по поводу что вас ждет когда вы покупаете квартиру у застройщиков вся эта правда всплывает в таких случаях допустим как у меня когда касаемся мы ремонта и углубляемся по лужи при желании что-то добавить и что мы находим значит в этих случаях остаемся на канале не переключаемся я думаю будет интересно значит попросила меня хозяйка в уже готовую ванну установить батарею так как первоначально она была уверена что протопит ее вот этим плате засушителем электрическим но когда она его приобрела не посоветовалась ни с кем-то мы тоже и взяла его на 40 ватт можете представить что можно нагреть полотенцесушителем на 42 то есть он когда в рабочем режиме он едва едва теплый так носки подсушить ну и что для этого нам надо значит надо повесить сюда батарею я сейчас я ее сейчас буду вешать вот сюда вот так вот видно да здесь надо будет просверлить два отверстия для того чтобы подсоединить ее вот вся причинтали на которая куплено мной вчера а также значит проштробил сделал такой вот анальчик где будем проводить трубы плюс значит в этом месте будет еще одна батарея стоят так как мы поделили эту комнату на две части там батарея есть и хозяйка решила сюда тоже установить батарею и идет она у нас с этой стороны проходит и доходим до батареи которая крайняя считается батарея что мы здесь видим после того как я вскрыл трубы для того чтобы продолжить отсюда завязаться и продлить это все дальше что мы видим значит эти трубы мало того что они очень низкого качества для тех кто собирается себе сделать ремонт дома имейте ввиду друзья вот эта труба это уже дешевле этой трубы уже ничего нету я не знаю еще на отопление куда не шло но если это проводить для воды то есть там где мы ее будем пить она вообще непригодна питьевой воде это первый косяк второй косяк в чем все эти трубы должны укладываться и утепляться энергофлексом что застройщик решился экономить либо застройщик либо тот кто паял это отопление которое проводил решил забрать себе либо ну я не знаю как это объяснить без понятия кто здесь виноват на что значит у меня она куплена с того момента откуда я буду завязываться один дальнейшем у нас идет через уже через две комнаты коридор и попадает на ванную это все мы будем утеплять то есть кпд надо сохранять и не отапливать бетон представьте если вода пока дойдет до до ванны здесь грубо говоря метров метров восемь наверное я так думаю точно не могу сказать пока она зайдет до крайней точки и думаю что она естественно остынет если не утеплять ее как положено так что друзья как она будет происходить я попытаюсь заснять все на ускоренное и следите кому-то может быть будет полезная информация возьмите себе на заметку а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА